Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня, дорогие братья и сестры, воскресный день. И Святая Церковь предлагает нашему вниманию евангельскую историю, в которой излагается притча Спасителя про Царство Небесное. Господь объяснял тайны Царства Небесного с помощью притчей, то есть иносказаний, поскольку Царство Небесное нельзя описать равнозначно человеческими словами, то Господь с помощью образов объяснял нам, что представляет собой та вечная и блаженная жизнь, ради которой создан человек, которую человек потерял и которую опять обрел во Христе. Господь сказал такую притчу. Царство Небесное подобно человеку-царю, который захотел сосчитаться со своими рабами, сделать расчет. И привели ему одного раба, который ему должен был 10 тысяч талантов. Талант – это денежная мера. У нас есть там денежные меры, там гривна, копейка, 10 гривен, там и 100 гривен и больше. А там был один из мер и денежных мер был талант. Тогда деньги ходили, то есть натуральные были, там были таланты не из бумаги, а из драгоценных металлов. Золото, серебра, меди, олова. И вот этот один талант представлял собой такой слиток, ну примерно как небольшой мячик. Имел вес он 26 килограмм, один талант. И вот этот раб был должен своему царю 10 тысяч талантов. И поскольку он не имел чем заплатить, то царь приказал продать его, его жену, все, что он имел, детей, и хоть часть долгую возвратить себе. Но этот раб упал к ногам царя и просил, потерпи на мне, и я тебе все верну. Царь понимал, что он говорит неправду, он не может вернуть ему все, но видя его смирение, царь простил ему весь долг и его отпустил. Раб вышел из царя и встретил своего товарища, который должен был ему 100 динариев. Динария это была тоже самая, не самая, но одна из мелких единиц, которая название от слова день. То есть динария это та сумма, та монета, которую человеку платили за день работы. Нанимали работника, он целый день работал, давали ему динарии, подъемная зарплата человека. И этот динарий, один динарий был вес, представлял собой монету, которая имела вес 4 грамма и 37 сотых, ну примерно 5 граммов. и этот раб вышел, встретил своего товарища, который должен ему был 100 динариев и схватил его и начал душить. и говорил ему «отдай мне, что должен». Товарищ упал к ногам своего этого раба и просил «потерпи на мне, я тебе отдам все». Но он не захотел терпеть, он схватил его и посадил темницу. И те, кто видел все это, пошли к царю и обо всем доложили. Царь раздневался на этого раба, призвал его к себе и говорит «злой раб, весь долг я тебе простил, потому что ты упростил меня. не надлежало ли и тебе простить своего товарища, как и я помиловал тебя». Но раб тот молчал, он не сказал, что я неправильно поступил, он молчал, и царь сказал «возьмите его и бросьте в темницу, и отдайте истязателям, пусть его истязают до тех пор, пока не отдаст мне всего долгого». И в заключении притча Господь сказал такие слова «так поступит с вами Отец ваш Небесный, если каждый из вас не просит своему ближнему согрешения Его, которым Он совершил против тебя». Последние слова Спасителя, что Отец Небесный так поступит с нами, если не будем прощать ближнего, они уже объясняют смысл притчи. В этой притче Господь нас научает тому, что для того, чтобы получить прощение себе, я должен простить ближнего. мы согрешаем грехом трех видов. Против Бога один грех мы делаем, против ближнего грех делаем и против природы, которая нас окружает. грехи наши против ближнего есть и против природы есть, но по сравнению с теми грехами, которые у нас против Бога, это ничто. кто-то может сказать, что я не грешу много, я живу целомудренностью, живу в молитве, в посте, исполняю заповеди. Но есть один святой сказал, что я виновен перед Богом не столько за грехи свои, сколько за те благодеяния, которыми Господь меня осыпает ведомыми, неведомыми, которыми я живу, движусь, существую, и за которые я не благодарю. Вот наш грех неблагодарности, человек должен постоянно быть благодарен Богу за то, что Бог дает нам. Мы живем только Божьими дарами. Все живем. Кто это знает, кто это не знает, кто признает, кто не признает. Все мы живем Божьими дарами. И за эти дары мы не можем ничем отдать, только благодарением. Смиренным, смиренной благодарностью, покаянной молитве. Но мы этого не делаем. Мы являемся великими должниками перед Богом. И вот эта притча, она показывает нам соотношение наших грехов против Бога и против ближнего. Если перевести вот эти вот единицы денежные, ну, понятный для нас язык, то я просто немножко, ну, как бы, обращусь к математике. Один талант весит 26 килограммов серебра. Вот талант серебра имеет 26 килограммов серебра. Раб был должен 10 тысяч талантов. Это будет 260 тонн серебра. А товарищ ему был должен 100 динариев. Динарий имеет примерно 5 грамм. Ну, это меньше, ну, примерно 5 грамм. Это будет 50 грамм. Или 500 грамм, полкилограмма. Если бы человек, вот, задолжал 260 тонн серебра, если бы я каждый день работал, ну, получал по динарию, и я бы ничего не на еду не брал, ни на одежду, ни на жилье, он не просто вот тут брал и клал в сумку. То надо было работать этому человеку примерно около 200 тысяч лет, чтобы вернуть долг этот. Конечно, это невозможно, немыслимо. Поэтому Господь покажет, насколько мы великие должники перед Богом, и насколько нас, ну, по сравнению с долгом перед Богом, наш грех перед ближним меньше. Но для того, чтобы получить прощение своих грехов перед Богом, мы должны простить ближнего. Люди спрашивают, почему так, почему Бог... Ну, вот я имею на кого-то там какую-то обиду, не хочу ему прощать. А сам хочу, чтобы Бог меня простил, потому что мне плохо от грехов, я мучаюсь, он мне совесть угрызает, мне тошно, неприятно. Ну, Бог бы простил меня, ну, что, какая радость, я этого не прощаю. Но Бог бы меня просил, Бог же любого. Да, Бог может простить и хочет простить. Но дело в том, что мы приходим, если я прихожу к Богу, и не имею в себе малого прощения, то есть я не способен малого простить ближнему, то я не могу в себе вместить великого прощения. Если человек не может поднять килограмм, вот, ну, то если он ему даст 100 килограмм, то тем больше, он более этого не поднимет. И поскольку мы не сможем вместить прощение, Бог даст его, а мы не вместим его, оно пролетит мимо нас, то Господь не прощает, потому что за это тоже, если Бог дал дар, а я его не вместил в себя, то я все равно буду отвечать перед Богом. Как человек берет в банке кредит, неважно, он взял кредит на постутку дома, но он вместо дома пошел и все это пропил. Банк не смотрит на это, пропил, ты прогулял, ты строил дом или что-то, ты уже должен перед банком, должен вернуть долг. Поэтому Бог не хочет, чтобы мы были большими должниками и не дает нам ни дар прощения, ни иные дары, если мы не способны их вместить. А чтобы быть способным вместить великое, надо вместить сначала в себе малое. Поэтому надо прощать ближнему, чтобы мы получили от Бога прощение своих грехов. Конечно, это не так просто. Бывает, что мы все понимаем, и все надо простить, а сердце не хочет этого делать, оно не прощает, оно озлобляется. Но мы должны себя заставлять. Бог нам дал силу воли, разум, мы должны себя силой воли, разум понуждать. Как мальчика, который не хочет учиться. Отец берет и за ушко, и кладет, и за стол, и учись, потому что это тебе нужно, потому что без этого тебе будет сложная жизнь. Мы должны заставлять себя прощать ближнему, чтобы не осложнять свою жизнь, чтобы быть причастниками вечного спасения на небе, о Христе Иисусе Господе нашим, которому нас слава, честь и поклонение, ныне бесконечные веки. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok